— Исак, ты какие джинсы носишь? — Абраша, я уже давно ничего не ношу. Я донашиваю. — Исак, по дороге домой ты обязательно звонишь Розе. Думаешь, у нее есть любовник? — Да нет. Надеюсь, что когда-нибудь приду, а меня уже ждет накрытый стол. — Сарочка, простите за любопытство. Вы тигрица? — А как вы так сразу определили? — По усам. — Фима, ты еще не женился? — Роза Марковна, мне так хорошо одному, что таки не хочется, чтобы было еще лучше. — Одесса, старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители. — Кто там? Не бойтесь, открывайте, не гости. — Рядовой Петров, ваша специальность на гражданке. — Разведчик. В смысле? Ну, в смысле, выпивку искал халявную. — А что, товарищ майор, давайте по специальности его при штабе и оставим. Самолет терпит крушение. В живых прыгнув с парашютом, остается одна стюардесса. Приземлилась на необитаемом острове. Со всего пережитого ее в сон ударило. Просыпается, рядом сидит мужик, мясо жарит стюардесса. — Ты кто? Откуда взялся? — Да, преступник я. Меня на этом острове пятнадцать лет назад одного оставили. Думали повру. А я, видишь, мясом балуюсь. — Ох, и я бы поела. А что в обмен дашь на мясо? — Ну, разве только то, что ты пятнадцать лет не пробовал. Мужик вскакивает, кидается ее, обнимает. — Милая ты моя, желанная ты моя, неужто водки привезла? Бесит, когда стоматолог говорит, надо есть меньше сладкого. Если я буду есть меньше сладкого, ты останешься без работы. Кодитерские обанкротятся. Да на мне вся экономика держится, дядя. Гражданка возмущалась, что муж отдал свой супружеский долг не ей, а соседке. — Слушай, Машка, никак похудеть не могу. Даже не знаю, что делать. А ты мужа откорми. На контрасте сыграй. — Продолжение следует. — Продолжение следует. — Продолжение следует.